Хоба! Привет! С вами доктор Влад. Ну у нас все крест ногами. Вчера это Thanksgiving. Сегодня черная пятница. У меня Татьяна уже смоталась за своими шинами. Вот, поэтому сегодня я вот поздно выступаю, пока мы тут. Ладно. Парица Лондона обнародовала новое видео о пребывании Александра Петрова и Руслана Баширова в Солсбери. Ну там прям фильм художественный. И фотографии флакона, в котором, по утверждению британских властей, находилось отравляющее вещество. Ну вот этот новичок, да. И оказывается там еще было столько этого вещества, что можно было еще много людей отравить. Ну ладно. Мария Захаровна сразу среагировала, что это ничего, это ерунда, это все неправда. Вот. Ну в общем, что Мария Захаровна слушает, да. Ей сказали, она говорит. Сказали, что говорить надо, она и говорит. Отказывается-то всего, хотя все давно-давно доказано. А вот еще тут один бандит. Настоящее имя Владимира Попула, обвиняемого в попытке организации переворота в Черногории, Владимир Моисеев. Сотрудник ГРУ. Это выяснили расследователи из группы Берлингкэт и сетевого издания The Insider. Вот. Как утверждают черногорские власти, к попытке переворота осенью 2016 года причастны российские спецслужбы. Еще тут какие-то люди. Ой-ой-ой. Везде, везде уже накакали. Везде, где только можно. А вот интересно. Уильям Браудер, ну я думаю, вам не нужно говорить, кто это такой, призывает приостановить членство России в Интерполе. С предложением запустить соответствующий механизм основатель фонда Hermitage Capital обратился к парламенту и правительству Канады. Выступая в эфире радио CBC, Браудер напомнил, что в уставе Интерпола есть соответствующая норма для стран, нарушающих устав этой структуры. Браудер считает, что российские запросы в Интерпол о его собственном аресте нарушают устав организации, так как являются политически мотивированными. Ну, что могут выгнать из Интерпола вообще? Откуда только не выгоняли, да? Эх, где наша не пропадала? Вот это вот изнасилование в Уфе, да, ну тут вообще ураган. Значит, уже представили видеокадры, где в то самое время, когда якобы ее насиловали, двое из вот этих вот, из троих, они находились в совершенно других местах. Один на северном полюсе, один на южном. Все, все, нет, их не было, не было. Да, отмазывают своих. А вот еще интересно, обокрали Путина. А, ой-ой-ой, подрядчики ФСО были причастны к хищениям при работах в Кремле. Да вот они на вертолетах, наверное, что-то там и украли. Как минимум 17 объектов, среди них Бочаров, Ручей, президентская резиденция. Наворовали. Уже и этот, в Кремле подтвердили. Уже Песков закрутил усы и сказал, что, ну, я не ознакомился с материалом, но были задержания, были задержания. Путина воровали. Вы можете представить такую вещь, да? А, ешкинцы. Вот это да. В Саратове в двух реабилитационных центрах насильно удерживали людей с наркотической, алкогольной зависимостью. Да я это знаю, Господи. У меня там знакомый работает в этом центре. Там зона, зона, ребята, там зона. У нас там работает, знаете кто? Он у нас был преподавателем по фармакологии, а потом похерил этот бизнес. Ой, какое слово сказал. Ну, в общем, распрощался с фармакологией, с кафедрой и открыл вот это вот, значит, центр по наркотической, алкогольной зависимости. И там их, ну, что, привязывают просто к кроватям, да и все. Да, я знаю это. Ничего удивительного. Бойцов ЧВК Вагнера готовят к разгонам митингов и выполнению боевых задач в Ливии. Сейчас, оказывается, их с Украины и, знаете, в Африку их всех. В Африку, в Африку. В знойную Африку. Ну, в общем, Песков ничего не знает. Ну, нет, ничего не знает. Игорь Николаев. Кто такой Игорь Николаев? А, экономист. Ждет ли нас жизнь без долларов? Скорее всего ждет, ребята. Вот тут много у него всякой воды, но смысл такой. Опасение за вклады? Да, могут конвертировать вполне. Непонятно, по какому курсу. Могут отказаться от доллара? Да, могут отказаться. А он экономист? Да, экономист он? Да, экономист. Тут прямо написано, что он экономист. Ну, и, в общем, что будет дальше? Он приводит, в пример, Венесуэлу. У них там уже миллион процентов инфляции. Запросто даже. Ребята, ноябрь кончается, сегодня 23-е. И что будет дальше, неизвестно. Ну, и блог Алексея Навального. Путинский пропагандист, подданный королеву Великобритании. Какой-то, знаете, кто? Как же его зовут? Сергей Брилев. Вот они покопали, покопали. Вы знаете его, наверное, да? Последние 17 лет Брилев работает ведущим, автором новостных и политических передач. Ну, я, вообще-то, по идее, должен был его застать. Просто я такие передачи не смотрел никогда. Брилев комментировал все путинские наугурации и так далее. Ну, оказывается, они живут с женой в Лондоне. Причем Ноттингхилл – это такой серьезный район. Очень престижный. Вот. И, да, ну а что? Нормально. Кошмар. В общем, кошмар продолжается, ребята. Держитесь. Мне тут пишут, что невозможно уже ни денег нет, ни зарплаты нет, ни пенсии нет, ничего нет. Вот. А вот этот же самый Брилев рассказывает, как все хорошо в России. Прям прекрасно. Ну, ладно. Всего хорошего. Посмотрим, как сегодня день будет. Сегодня Черная пятница. Так что я даже не знаю, что дальше будет. Еще с этими шинами, может, мне придется возиться. А может, сама поставить. Ну, пока. Доктор Влад с вами.